Привет! Это третье видео о Docker и сегодня я расскажу о том, что такое Docker Compose. Ссылки вы сможете найти в описании с документацией, к которой я буду ссылаться, и также на плейлист с двумя предыдущими видео, где я рассказывал про то, что такое Docker, и про то, что такое Docker файл и как его написать. В этом видео будет обзор спецификации Docker Compose. Мы рассмотрим то, что там можно написать в Docker Compose файле, и как его правильно составить, и как это все работает между собой. Видео будет достаточно длинное, по подсказкам внизу вы можете находить те моменты, которые вас интересуют больше всего. Текстовая версия будет доступна на Meduze, Dzeny, либо на других ресурсах по ссылкам в описании. Благодаря вашим подпискам на Boost'е и YouTube я могу выпускать видео чаще, вы можете оставить небольшой донат в размере 200 рублей. Это немного, но это будет очень приятно, и будет стимулировать меня делать длины, и подробные видео чаще. Начнем с того, что Docker Compose — это та команда Docker, которая позволяет запускать сразу несколько контейнеров в Docker. Благодаря Compose файлам можно описать взаимодействие этих контейнеров, можно описать также правила их запуска, работы, сделать отдельный файл, в котором будет это все храниться, который будет запускаться по одной команде, и запускать целиком ваше приложение со всеми необходимыми для работы контейнерами. У Compose есть официальная спецификация, ее, конечно, можно прочитать, она достаточно большая, но это не то, что нужно делать, скорее, если вы хотите разобраться в том, что происходит с Compose. То есть, если вы хотите сделать что-то конкретное, определенное, то, конечно, нужно нырнуть в документацию, разобраться в том, что там описано, каждая команда, каждый флаг. Но я сейчас пройдусь по таким ключевым концептам, которые есть в спецификации, и затрону общие вещи, которые нужны, скорее, для вообще любых проектов на Docker Compose, без каких-то конкретных вещей, которые очень редко используются. Ну, а также говорю, да, что это, по сути, обзор документации, и вы можете ее прочитать детально по ссылкам в описании, и разобраться подробно в тонкостях для каждой вообще вещи из этой спецификации, тоже по ссылкам в описании в соответствующем разделе. Чтобы воспользоваться Compose, вам необходимо сделать лишь три вещи. Это создать Docker файл для вашего приложения, либо же спулить какой-то из registry, то есть из того места, где хранятся имиджи вашего приложения. Мы говорили в первом видео о том, что имиджи — это такие части вашего приложения, которые могут быть запущены в контейнере. То есть, когда запускается имидж, создается контейнер, и ваше приложение работает внутри вот этого вот контейнера, независимо от других. Так вот, имиджи можно хранить в регистре в каком-нибудь, например, на Docker Hub. Можно хранить их, потом пулить из любого места, либо же можно создавать из Docker файла прямо сразу же на лету, если у вас есть Docker файл, и не нужно будет подключаться к интернету даже. Второй шаг — это вам нужно написать Docker Compose файл. В нем вы пишете сервисы, сети, возможно, секреты какие-то, и в целом всю вот эту конфигурацию, которая пишет то, как ваше приложение должно работать в мультиконтейнерной среде такой, то есть, как должны взаимодействовать друг с другом контейнеры. И третье — это запустить Docker Compose App, и Docker соберет ваше приложение, запустит все контейнеры в нужном порядке, и вы увидите, как оно работает. Я начну с того, что расскажу о том, что такое Compose Application Model. Спецификация Compose позволяет определить платформу независимое контейнерное приложение и то, как оно будет работать. То есть, это набор контейнеров, которые должны запускаться, работать вместе, должны как-то адекватно делить ресурсы между собой, и в целом взаимодействовать, чтобы было полноценное приложение. То есть, у вас может быть backend, у вас может быть frontend и база данных, и вот ваше все приложение состоит из трех контейнеров, и они должны по каким-то правилам взаимодействовать между собой. В докере используется термин mount, который используется для обозначения привязки какого-то ресурса, например, файла или папки, к контейнеру. И с хостом, например, можно выделить. Я не нашел нормального красивого русского перевода, и чтобы не говорить постоянно mount, я буду употреблять слово связан. То есть, вы должны понимать, что когда я говорю, что какой-то файл связан с контейнером, это значит, что он находится в контейнере, возможно, разделяется с помощью вот этого вот подхода mount с хостом, на котором запущен контейнер, и таким образом это связано. Об этом я расскажу чуть подробнее дальше в видео, но просто, чтобы вы понимали, что подсвязан я имею в виду именно то, что это mount-связь такая. Компоненты приложения называются сервисами, то есть каждый этот вот контейнер, он описывается в сервисе. Это вот то, как должен работать контейнер. То есть, есть контейнер, и есть сервис, который абстракт на какая-то сущность, которая управляет работой этого контейнера и описывает контейнер. Это просто конфигурация того, как должен работать имидж, когда он будет запущен, как его получить, либо собрать на ходу, и с какими настойками он должен работать. То есть, запуская сервис много раз, вы должны получить один и тот же контейнер, то есть он не должен зависеть от чего-то другого. И в этом суть того, что вы не запускаете конкретный имидж, а вы создаете вот такой вот сервис, то есть то, где описываются необходимые настройки, конфигурация, и рассказывается о том, как должен работать контейнер запущенный. Это и есть сервис. Сервисы взаимодействуют с собой через сеть, network, и сеть нужна для коммуникации как раз-таки внутри докера, между контейнерами. То есть, вы можете не открывать внаружу порты, чтобы не получать доступ к работающим контейнерам, так как по умолчанию порты не открыты, у вас контейнер работает, вы никак в него не попадете. Но если контейнеры находятся в одной сети, то вы можете обращаться из одного сервиса в другой, то есть, по сути, из одного контейнера в другой, который работает в докере в одной сети, без каких-либо ограничений, просто по названию этого сервиса и порту, к которому нужно обратиться. То есть, внутри докера открыты порты, и вы можете внутри сети общаться между контейнерами. Сервисы хранят и разделяют данные между собой в волюмах, Volume — это то, о чем мы говорили немного в прошлом видео, когда говорили про Docker файл. Та файловая система, которая общая между контейнером, между хостом, и Docker каким-то образом связывает их. То есть вы можете запустить контейнер, сделать Volume с какой-нибудь папкой, в которой находятся файлы для работы контейнера необходимые, и сделать Volume этот, отобразить на какую-нибудь папку у себя на компьютере, на котором вы запускаете Docker. И вы зайдете в проводник, либо Finder, например, и увидите там то, что те же файлы, которые находятся в контейнере, находятся и здесь. Добавив файл, он добавится сразу же в контейнер. То есть так работает Volume, это такая вот связь, Mount, как я говорил в начале видео, между контейнером и хостом. Некоторые сервисы требуют конфигурационные данные для работы, поэтому есть отдельный концепт, абстракция такая, Config. Config позволяет описывать какие-то вещи для конфигурации, необходимые для сервиса, и также является высокоуровневым таким атрибутом, как и сервис, как и network. Мы немного поговорим об этом чуть подробнее дальше. Просто сейчас стоит понять, что Config работает еще практически так же, как Volume. То есть вы можете указать там файлы, которые должны быть связаны с контейнером. Это как раз такие конфигурационные файлы. Например, у вас где-нибудь есть .env файл, где у вас описаны переменные для работы контейнера, и вы можете добавить это в конфиг, и у вас отобразится вот этот файл из вашего компьютера, который находится в вашей файловой системе, внутрь контейнера необходимого, благодаря вот этой вот концепции конфигов, которые есть в Docker Compose. Secret — это тип конфигурационных данных для чувствительных данных, то есть те данные, которые не должны быть переданы открытым образом, не должны быть сохранены где-то, а только использованы для работы. То есть это пароли какие-нибудь, это секретные ключи и все такое, что должно попасть в контейнер, но не должно нигде быть сохранено или отслежено. Проект — это индивидуальное размещение, деплой, приложение на конкретной платформе, то есть Docker Compose файл, который вы опишите и запустите, это отдельный проект. То есть вот эти вот набор сервисов, которые у вас есть, набор сетей, конфигов, волюмов — это все создает один отдельный проект, который описывается внутри вот этого Docker Compose файла. Имя проекта используется для того, чтобы группировать ресурсы вместе и изолировать от других приложений либо запущенных проектов, то есть у вас может быть проект назван каким-то другим образом, другим именем, и по именам вы можете разделять два Docker файла между собой. То есть как и обычное приложение, то есть по сути та же конфигурация у вас есть, у вас есть имя конфигурации, потом вы в Docker Desktop, либо в консоли можете увидеть то, к чему принадлежит какой-то определенный контейнер, то есть к разным проектам. Давайте рассмотрим пример приложения. Он может сначала показаться сложным, однако к концу видео вы с легкостью сможете его прочитать и разобраться. Этот пример приложения с фронтендом и бэкэндом я немного приводил похожий в начале видео. Фронтенд сконфигурирован в фронтайме при помощи configuration файла, а также сертификатом. То есть мы видим, что здесь есть какой-то HTTP configuration, он находится вот слева. Есть сервер-сертификат, в них есть связи readonly. И также есть secret store, который здесь где-то описан, и он содержит вот этот сертификат и конфигурацию. Теперь же следующее, это бэкэнд, который хранит данные в постоянном хранилище. То есть у нас есть persistent volume, это можно сказать база данных. R плюс V обозначает, что read write, то есть контейнер и вот это вот все, что находится внутри прямоугольника такого. Может писать в базу. Также оба сервиса взаимодействуют между собой при помощи изолированной сети backend. То есть мы видим, что есть backend-сеть backend network, и фронтенд может общаться с backend, потому что они находятся в одной сети. Вы в конце видео поймете вообще, как это читать, и это очень будет просто и понятно для вас, если это сейчас сложно. Но давайте еще дальше досмотрим. И есть пользователь, который по порту 443 попадает в фронтенд. Как мы видим, это фронтенд-нетворк, то есть есть что-то, это Nginx, скорее всего, который принимает запрос от пользователя, отправляет его в его фронтенд, в зависимости от урла там какого-то. И дальше фронтенд может отправлять запросы в backend, и backend может общаться с базой. То есть вот все ваше приложение, тут находятся четыре компонента. Приложение состоит из следующих частей. Это два сервиса, фронтенд и backend. Бакенд это вот этот image датабейса, а фронтенд это вебап, то есть тут название есть. Ну и persistent volume это какое-то хранилище, которое используется для работы базы. Есть один секрет, это HTTPS сертификат, который включен во фронтенд, то есть мы видим, что с фронтендом связан сервер сертификат. Тут есть одна конфигурация, которая включена во фронтенд, это HTTP configuration. Одно постоянное хранилище это volume, который связан с backend, то есть мы видим, что тут нарисована такая как будто бы цилиндр, вот, и это обозначается хранилище постоянное какое-то. Также есть две сети, это фронтенд и backend сети. Они нужны для общения в контейнерах между собой. То есть фронтенд сеть используется для того, чтобы пользователь смог попасть во фронтенд, а backend сеть, чтобы фронтенд мог обратиться к бэкэнду, то есть к базе. Вот. Пользователь не может попасть напрямую в базу или на бэкэнд, потому что это нелогично, но и мы ему запрещаем это делать, потому что это две разные сети, и мы не можем обратиться от пользователя в ту сеть, в которой мы не принадлежим. Это можно увидеть примерно таким вот описанием. Здесь есть два сервиса, это фронтенд и бэкэнд. Фронтенд сервис состоит из имиджа example webapp. Это не существующий имидж, но вот тут любой название может быть, это, по сути, ваше веб-приложение. Открываются порты порт 443, отображаются на порт 8043. То есть пользователь переходит по порту 443 и попадает в этот контейнер. А контейнер уже обращается внутри себя к порту 8043, где работает приложение. Этот сервис принадлежит двум сетям. Это фронт тайр и бэк тайр. То есть это фронтенд сеть и бэкэнд сеть. Есть конфиги. HTTP. И есть секрет, это сервер-сертификат. То есть мы не передаем как-то это руками, либо явно, а мы используем конфиги и секреты. Дальше. Есть сервис бэкэнда. Тут имидж, это example database. То есть тоже не существующий имидж, но подставим, что здесь какой-то реальный. У него есть волюм, dbdata. Это названный волюм, это у него имя такое. И через двоеточие абсолютный путь, это etcdata. То есть мы берем те данные, которые есть в контейнере по путю etcdata и сохраняем их в волюме, который называется dbdata. Таким образом, у нас при перезапуске контейнера будут использоваться один и тот же волюм, одни и те же данные. То есть мы их не потеряем, они сохранятся на хосте, на котором запущен докер. Вы даже можете открыть просто в проводнике уже и увидеть у себя эти данные. И также одна сеть, это бэк тайр, то есть это бэкэнд. Дальше описываются волюмы. Это dbdata. У него есть драйвер какой-то, флокер. Вот мы об этом поговорим чуть позже. Есть драйвер options. Size 10 гигабайт. То есть 10 гигабайт это размер этого волюма. И мы явно указали, что мы хотим ханить по такому-то названию dbdata. 10 гигабайт максимум волюм это будет для бэкэнда. То есть данный бэкэнда будет ханиться здесь. И вот их размер описан. Дальше есть конфиги. Это httpd-config. External tool говорит о том, что он был описан уже где-то вне этого докер-компоуз файла. Вот с этим атрибутом external значит, что где-то он уже в докере существует. Но здесь для простоты указано так. Но по сути его уже описали как-то до нас. Секреты также есть сервер сертификат. Секрет называется. Он тоже внешне был описан. Есть сети. И front tire сеть есть. И back tire сеть. То есть у них просто есть название, но ничего больше не сказано. В этом примере показаны различия между волюмом, секретом и конфигурацией. Вы можете увидеть, что они все связаны с контейнером. Однако только волюм может изменять данные. То есть на схеме там read-only у конфигурации, read-only у сертификата. Но read-write у persistent-волюма. То есть мы можем конфигурации секреты только читать. А в волюм можем читать и сохранять данные. Волюмы могут быть сконфигурированы размером хранилища и другими параметрами. А секреты конфигурации не зависят от платформы. И здесь объявлены как внешние. То есть они вне этого докер-компоуз файла конфигурируются. Компоуз файл это yaml файл, который поделяет конфигурацию приложения. А именно версию файла. Сервисы это те контейнеры, которые должны быть запущены. И их конфигурацию. Сети, волюмы, конфигурации и секреты. По умолчанию используется имя compose.yaml. Однако докер еще найдет имя docker-defice-compose.yaml. И сможет использовать его. Но предпочтительным является первый вариант compose.yaml. Несколько compose файлов могут быть объединены вместе. То есть вы можете взять, например, в одном файле писать какие-то сервисы. В другом вы можете писать нетворки. И соединить их, и они будут работать друг с другом. То есть чтобы было удобно, например, делить по назначению вот эти вот compose файлы. Вы можете использовать фрагменты, расширения или include команду. Мы об этом поговорим чуть позже. По тайм-кодам можете увидеть. Для работы с несколькими compose файлами. То есть вы можете написать не только один огромный compose файл, а разбить их на кучу маленьких и соединить вместе. YAML формат стал популярным относительно недавно. Если вы смотрели мои другие видео, то замечали, что я постоянно использую в Spring Boot Application YAML вместо Application Properties. Потому что YAML формат более удобный для чтения человека. Он занимает меньше места. Ну и в целом он становится популярным. Данные в этом файле подставляются как ключ-значение. На примере чуть раньше мы увидели, что у нас есть ключ. Это вот название, например, сервис. И значение — это уже название самого сервиса, который тоже является ключом, по сути. То есть такие вложенные объекты есть. Если подразумевать это как JSON. Табуляция определяет уровни вложенности. То есть с помощью табуляции можно определить, насколько вложены и относятся друг к другу вот эти вот ключи и значения. В таком файле поддерживаются списки, поддерживаются ассоциативные массивы, то есть пары ключ-значения. Вы можете ознакомиться с синтаксисом этого языка по ссылке в описании. И там все будет понятно. Это сайт yaml.org. Но это простой язык, то есть вы сможете разобраться. Просто пишите ключ-значения и табуляция это все определяете. Однако я верю, что на приведенных примерах вы сможете понять, как писать и читать эти файлы. И работать с таким форматом данных, если вы не работали до этого. Будем называть верхним уровнем те ключи и значения, которые не имеют родительских. То есть если у вас начинается ключ с начала файла без табуляции, то у него нету родительского. И это ключ верхнего уровня. Ну и в целом атрибуты верхнего уровня. Мы будем называть их так. Они могут включать или не включать вложенные какие-то поля, однако сами не включены ни в какое другое поле. Да, это верхний уровень у него нету родительского. На этом примере в верхнем уровне находятся элементы services, networks, secrets, configs и volumes. То есть мы посмотрели, видели, что да, у них есть какие-то вложенные поля или атрибуты, а они сами не вложены ни во что. Они просто находятся в файле. В начале Docker Compose файла можно указать версию Compose файла. Она опциональна, то есть можно ее не указывать, но обычно ее указывают. Она используется для обратной совместимости и только предоставляет информацию для разработчиков. То есть это как лейбл какой-нибудь из Docker файла. Позволяет разработчику понять, с какой версии был написан это Docker Compose, потому что Docker никак не будет читать эту версию, и она лишь показывает информацию для разработчика. Docker предпочтет использовать более новую версию, с которой работает этот файл. То есть он будет пробовать с самой новой версии, опускаясь ниже по версиям, запускать файл. Если не будет ошибок, то он запустит с самой новой, а не с той, которая указана. То есть это просто по сути мета-данные, которые нужны для разработчиков. Имя Docker Compose файла указывает на то, как должно называться приложение, которое создается при помощи Compose файла. Если вы не укажете его явно, то она будет сгенерирована, исходя из пути, в котором находится Docker Compose файл. И как только имя определено, к нему можно обратиться по ключу, то есть по этому имени. Сервис — это абстрактное определение какого-то ресурса, который используется для работы всего приложения. Ваше приложение состоит из нескольких ресурсов. Например, это backend, frontend, Nginx, который может направлять запросы куда-нибудь, будь, например, на backend, либо на frontend, в зависимости от того, что приходит. База данных у вас может быть. И каждый этот ресурс — это отдельный сервис. То есть это отдельный контейнер, у которого есть своя конфигурация и свои настройки. Сервисы представляют собой контейнеры, то есть это запущенные имиджи, о которых мы говорили раньше. И набор аргументов, которые поясняют то, как этот контейнер должен работать. В Compose файле должен быть верхнеуровневый элемент Services, который состоит из map-отключ-значения, где ключ — это название сервиса, значения — это его атрибуты. То есть у вас в файле должен быть вот этот вот Services, описание всех сервисов, которые у вас есть в приложении, либо нескольких, если у вас несколько Compose файлов. Вы можете использовать как существующий registry и image auto-pullet. Также можете собрать имидж при помощи докер-файла, указав к нему путь при помощи команды build. Оригинальная документация состоит из описания вообще всех аргументов, но в этом видео я расскажу лишь о части из них, которые вам понадобятся, скорее всего, и они используются повсеместно, а какие-то детальные аргументы, которые не всегда используются, вы можете увидеть в документации, также по ссылке в описании, и прочитать то, что вам понадобится именно там. Первый атрибут — это атрибут build, он описывает путь к докер-файлу, из которого будет собран имидж, а также параметры для этого докер-файла, например, контекст. То есть здесь вы указываете build.webapp, это значит, что приложение будет обращаться к докер-файлу, который находится по пути webapp. То есть там, где находится докер-компоуз, в этой папке есть папка webapp, и там есть докер-файл. Command переопределяет инструкцию command, которая указана в докер-файле этого сервиса. То есть, как мы говорили раньше, инструкцию command можно переопределить, если ее указать при запуске контейнера. Также здесь можно указать command, и инструкция, которая была в докер-файле, будет переписана на эту. Этот атрибут принимают как shell, так и exec-форму, мы и не говорили в прошлом видео. То есть вы можете передавать и массив, строк, и также просто команду, как одну строку. Confix позволяет сервису использовать конфигурации, мы про них говорили раньше в примере в этом видео. Вы можете указать атрибут config, указать там название конфига, указать описание этой конфигурации, например, файл, либо то, что это внешняя конфигурация, которая уже существует. И потом в контейнере, в сервисе Redis, вот как на этом примере, указать то, что используется конфигурация myconfig и myotherconfig, то есть указать по именам конфигурации, которые используются. Container name определяет имя для контейнера, который подставлен этим сервисом. Этот атрибут принимает строку название контейнера, то есть вы можете назвать контейнер, чтобы к нему обращаться по другому именю. Depends on говорит о том, в каком порядке должны быть запущены контейнеры сервисов, то есть если вы указываете, что какой-то сервис зависит, Depends on другого сервиса, то тогда будет запущен сначала тот сервис, от которого зависит, он будет запущен, у него будет все нормально, он будет работать, и запустится после этого зависимый сервис. То есть таким образом можно порядок указать запуска контейнеров. Если, например, у вас база должна запуститься раньше, чем приложение, чтобы приложение могло подключиться к этой базе. Но это достаточно логично, поэтому это используется для таких вещей. Entry point переопределяет entry point, который будет вызван при запуске контейнера. То есть так же, как и comment, можно переопределить entry point в докер-файле, об этом мы говорили в прошлом видео. И мы можем это переопределить и задать новое поведение при запуске. В этом примере тут есть какая-то команда для PHP, и она переопределяет уже существующий дефолтный entry point вот этим вот описанным entry point здесь. Env файл указывает путь к файлу с переменными, который будет использоваться для работы контейнера. Чтобы не указывать все переменные, вы можете указать их в файле в каком-нибудь .env и уже указать этот файл здесь и обратиться к нему. Environment определяет пара ключ-значения для переменных, которые нужны при работе контейнера. То есть вы можете указать их в файле и обратиться к файлу, либо же указать их явно здесь, как ключ-значение. Тут есть два разных синтаксиса. Есть синтаксис с мапой, ассоциативным массивом, то есть ключ-значение через двоеточие. И есть также лист список, где ключ равно значение без пробелов. Такой вот список, то есть вы можете в двух видах передавать, как вам удобнее. Если вы указали и env файл и environment, то тогда переменные из environment имеют приоритет и будут перезаписывать переменные с таким же названием из файла. То есть у вас файл может иметь дефолтные какие-то значения, а при помощи environment вы можете перезаписать эти значения, и они уже будут использоваться. Image определяет имидж, который будет запущен в контейнере. Вы можете указать просто название, но можете дополнить его тегом или дайджестом. То есть как и при обычном пулинге, вы можете явно указать, какой конкретный имидж вы хотите себе скачать. В сервисе должен быть указан либо имидж, либо build-атрибут, то есть сборка из докер-файла, чтобы докер мог понять, что должно быть запущено. Так как если у вас не будет имиджа, либо не будет build-а, то откуда докеру понять, что нужно запустить в этом контейнере, в этом сервисе, и поэтому будет ошибка, и у вас не запустится compose-файл. Networks указывает список нетворков, которым принадлежит сервис. То есть у вас есть какой-то сервис, вы хотите, чтобы он принадлежал какой-то определенной сети, и вы можете указать список нетворков, к которым принадлежит этот сервис. В этом примере тут есть сервис, сам сервис, и у него есть сети, сам нетворк и азер-нетворк. Портс определяет порты, которые отображаются наружу из контейнера, то есть когда мы запускали контейнер, мы можем указать флаг минус п, указать два порта, но также это можно указать в compose-файле, и таким образом открыть порты извне контейнера, чтобы, например, из локал-хоста, из вашего компьютера вы могли попасть по этому порту в контейнер. Таким образом, обратившись к localhost 3000, вы попадете внутрь контейнера на порт 3000. Вы можете поменять этот порт и обращаться к другому локальному порту, который в свою очередь будет отображен в контейнер. То есть вы можете обращаться к порту, например, 3001, и вы также можете попасть на порт 3000 внутри контейнера. То есть просто вы можете указать докеру, что по такому-то порту я хочу попасть в определенный порт внутри контейнера, и менять этот первый порт, по которому хотите попасть. Также порты на локальной машине должны быть доступны, чтобы докер мог запустить файл. Если они будут заняты, например, вы попробуете отобразить порт на локальной машине, который уже занят, то у вас не соберется докер-компоуз файл, он не будет запущен, и ничего не произойдет. Pool Policy говорит о том, должен ли имидж пулиться из регистра какого-то при каждом запуске контейнера, или же он должен быть использован, если он уже скачен. То есть, если у вас есть имидж локальный уже, вы его спулили когда-то, то если Pool Policy указан в Never, то он никогда не будет пулиться. Если же указан Pool Policy как Always, тогда имидж будет всегда пулиться, так как из регистрации можно его подменить, и, например, заменить просто имидж с тегом Latest на другой, это будет новый имидж, и поэтому он будет уже неактуальный, и нужно будет его пулить заново. Если указано значение Missing, то тогда докер пулит только недостающие имиджи, то есть, если их уже не было спулино, и если Build, то докер будет создавать имидж из докер-файла каждый раз. Рестарт определяет правила, по которым контейнер будет перезапускаться, когда он упал, ну, либо завершил работу. Есть несколько опций, No, это опция по умолчанию, обозначает то, что докер не перезапускает контейнер, если он упал. Например, у вас работало какое-нибудь приложение, вдруг случилась ошибка, все приложение закрылось, контейнер упал. И тогда, если указано No, то докер ничего делать не будет, ну, упал и упал у вас контейнер. Если указано Always, тогда докер будет всегда перезапускать его, пока контейнер не будет удален. Если указано OnFailure, тогда докер перезапускает контейнер, если он упал из-за ошибки, а не был остановлен правильно. Если у вас произошла ошибка, и контейнер упал из-за ошибки, то тогда будет перезапущен этот контейнер. Если вы его установили, то тогда не будет перезапущен. И Unless Stopped, докер перезапускает контейнер, пока сервис не остановлен или не удален. Но в основном обычно используется No, либо Always, и таким образом у вас может постоянно перезапускаться контейнер, если с ним что-то произошло. Secrets позволяет сервису обратиться к секретам, которые были указаны в текущем Compose файле. То есть, в примере из начала видео, если вы указали секреты, например, здесь сервер, сертификат, вы указали файл, где находится этот сертификат, и в сервисе Frontend вы можете указать секрет, сервер, сертификат, и к нему обратиться. Таким образом это очень просто, и выглядит все просто, поэтому Docker Compose это не что-то очень сложное, и вам стоит забраться в том, как это работает, и уметь писать Compose файлы. Volumes определяет путь хранения Volumes из контейнера на локальном хосте. Вы можете создать Volumes в какой-нибудь директории локально, или же сослаться на описанный Volumes из текущего Compose файла. То есть, если у вас есть Volumes, например, DB Data, как в этом примере, уже созданный у него есть имя, Docker его создаст. И из сервиса Backend вы можете сослаться на Volumes, например, с названием DB Data, указать путь к тому, где хранятся данные в таргете, либо же, например, указать прям длинный путь, и указать, что он хранится по какому-то поделенному пути, а не в названии Volumes. То есть, в первом примере здесь идет Source DB Data, то есть хранится в названном Volumes DB Data, и там Docker где-то хранит этот Volumes, вам не нужно париться, вы знаете, что вы это сохранили. Если вы же хотите по конкретному пути на локальной машине сохранить, то во втором примере вы указываете Source, это какой-то путь к Postgresу. То есть вы, по сути, храните у себя, где у вас запущен Postgres на Linux, вот, также вы отображаете это внутрь контейнера. То есть у вас, по сути, будет на локальной машине, и внутри контейнера один и тот же Postgres, одни и те же данные. Нетворки или сети позволяют с сервисом общаться между собой. Это тоже верхнеуровневый атрибут. Поместив несколько сервисов в один нетворк, в одну сеть, они могут свободно обращаться друг к другу по названию сервиса. Это удобно и быстро конфигурируется, что делает приложение в докере простым. В сервисе мы рассмотрели атрибут Network, в котором указывается список сетей, которым понадлежит сервис. Сейчас, на примерах, мы рассмотрим, как настроить сеть и какие атрибуты у нее есть. На этом примере есть сервис с фронт-энд, у него есть две сети, это фронт-тайр и бэк-тайр. И также указано Networks, это описание от этих двух сетей. Это тоже верхнеуровневый атрибут, как и из сервисов. Здесь просто указано название фронт-тайр и бэк-тайр. В этом простом примере создается сервис и две сети, к обеим из которых он понадлежит. Когда сервис один, то ему сети в целом не нужны, потому что он не будет никуда обращаться, ни к какому другому сервису и контейнеру. Поэтому, если вы запускаете лишь одно приложение, то ему сеть не нужна. Этот пример напоминает тот, что мы рассмотрели в начале видео. Прокси-сервис изолирован от базы, так как они находятся в разных сетях. Но прокси может обратиться к сервису приложения. Приложение может обратиться как к прокси, так и к базе данных, потому что они находятся в одной сети. И также у этих сетей есть свои настройки, драйверы и какие-то опции. Эти атрибуты не обязательны, однако помогают настроить сеть. Атрибут драйвер указывает на то, какой драйвер для работы сети следует использовать. Будет выброшена ошибка, если драйвер недоступен для использования. И есть два типа драйверов. Это хост и нан. Хост использует возможности хоста, то есть того компьютера, на котором запущен. Но он отключает коммуникацию, это в целом не используется, наверное. Драйвер оптс определяет список опций для драйвера. То есть вы можете сконфигурировать как-то эту сеть и указать тут какие-то опции. Про них можно узнать из документации какого-то конкретного драйвера. Но что хорошо, в докер композе вы можете просто написать «нетфоркс», указать название DB Data, и все, у вас будет сеть, у вас все будет нормально работать. И если вам не нужно чего-то сверхсложного по этой сети делать, то все, у вас уже есть работающая сеть, и все хорошо. Если attribute attachable установлен в true, тогда контейнеры вне этого композ файла могут подключиться к нетфорку и общаться с сервисами внутри этой сети. То есть у вас есть один композ файл, где вы указали этот вот нетфорк, записали сеть. Если вы укажете attachable, то из другого композ файла могут сервисы подключаться к этой сети. А так нет. То есть если нету touchable, он false по умолчанию, то тогда вы не можете из другого композ файла подключиться к этой уже существующей сети. Если attribute external установлен в true, тогда докер ожидает, что эта сеть уже создана и будет обращаться к ней. Иначе будет выброшена ошибка при запуске композ файла, и все остальные атрибуты не будут учитываться, кроме атрибута имени. Если они отличаются от настоящих, то будет выброшена ошибка. То есть если вы уже описали нетфорк в другом композ файле, то здесь вы можете написать external, и будет использоваться та сеть, которая была использована и описана в другом файле. Атрибут name устанавливает имя для сети, как и с волиумом. Вы можете использовать переменные для подстановки значений и запуски композ файла. То есть тут у вас есть networks, network1, она внешняя, и имя вы можете, например, взять из какой-нибудь конфигурации, network1, со знаком доллара, то есть как и переменные из докер файла. Если вы используете внешний network, то есть external, то вы можете указать настоящее имя сети, а внутри текущего композ файла уже обращаться по какому-то другому имени, который вы зададите. То есть можете сделать более удобное, либо краткое имя. Волиумы — это постоянное хранилище данных вашего контейнера. Когда докер-контейнер перезапускается, все его данные, которые хранятся не в волиуме, они очищаются. То есть контейнер изолирован, и данные, которые были в другом контейнере, после перезапуска не будут сохранены, если вы их не сохраните в волиумах. И это логично достаточно. Для того, чтобы сохранить важные данные, например, состояние базы данных, необходимо создать волиум, который будет хранить данные на хосте. Верхнеуровневая конфигурация Volumes позволяет описать волиумы, которые будут использованы сервисами. Как мы заметили раньше, в сервисе нужно явно указывать то, какие данные будут сохраняться и куда. Давайте рассмотрим несколько примеров конфигурации волиумов. В данном случае у нас есть один сервис — это Backend. Он собирается из имиджа Example Database. И также у него есть Volume, называется DB Data, то есть в DB Data будут сохраняться данные из пути ETC Data. Дальше у нас есть еще один сервис — Backup. У него есть Image Backup Service, то есть он собирается из имиджа Backup Service. И у него есть Volume DB Data, то есть тот же Volume, и путь VarLib Backup Data. На этом примере мы видим, что оба сервиса имеют доступ к данным из базы данных благодаря этому волиуму. Потому что волиум работает в две стороны. В датабейсе мы сохранили данные из базы в волиум, а в бэкапе мы данные из волиума в базу, уже которые будут бэкапиться, сохранили. И это все через Volume мы смогли таким образом передавать. Таким образом данные попадают из одного контейнера во второй. У конфигурации волиумов есть несколько атрибутов, но они не являются обязательными. Драйвер-атрибут. Мы можем указать, какой драйвер должен быть использован для волиумов. Некоторые могут быть платформозависимые, то есть отличаться на Windows, на Linux. Если драйвер недоступен, то, конечно, будет ошибка при запуске файла. Также можно указать driver-options. Тут можно указать device, например, type. Ну и также документацию. Каждый конкретный драйвер можно найти в интернете и прочитать опции. По сути, нужно указать только волиум и название волиума. Если атрибут external установлен в true, тогда докер ожидает, что волиум уже существует, как и с нетворками. Вы можете создать волиум где-то снаружи в другом компоуз файле и обратиться к нему, а здесь его переименовать. То есть все работает очень так же. Есть также labels, которые позволяют добавлять метаданные в волиумы. Можно указать также name, то есть в данном примере есть внешний волиум, который имеет имя actual name of volume, а внутри текущего докер-компоуз файла вы можете обратиться к нему по имени dbdata. Конфиг позволяет сервисам изменять их поведение без необходимости изменять какие-то используемые имиджи. То есть, по сути, это конфигурация вашего имиджа и контейнера, который будет работать. В конфиге указывается информация, которую могут использовать сервисы в компоуз приложении. Источником конфига может быть либо файл, либо внешний источник. Файл создается конфиг со всеми содержимыми файла, то есть передается прям целиком все содержимое файла в качестве конфигурации. Environment создает конфиг со значением переменной, которую вы укажете, собственно. Content создается конфиг со значением, которое было передано в этом атрибуте, то есть можно передать в целом значение какое-то в несколько сток, например. External, если указано как true, то докер ожидает, что конфиг уже был создан и переиспользует созданный. В целом везде есть external атрибут, и вы можете где-нибудь внешне создать и подсоединиться к уже созданным конфигам и сетям, например, и волюмам. В этом примере создается конфиг, значением которого будет содержимое файла. Имя для него будет Project Name, то есть вот это вот имя, которое проекта, и нижнее подчеркивание HTTP Config. И, ну, значение, это значение файла, которое находится по пути httpd.conf, вот этот конфигурационный файл. А в этом случае создается конфиг, содержимым которого является указанный текст, то есть трехстрочный текст, это содержимое от этого контента. Секреты используются для получения данных, которые чувствительными являются, то есть сервисы могут обратиться к секретам, только если имеют атрибут secrets. На верхнем уровне элемент secrets определяет или ссылается на те самые чувствительные данные. В целом это может быть либо файл, либо environment, и работает похоже на то, как работает конфиг. То есть если это файл, то создается секрет содержимым этого файла. Если источник переменная, тогда создается секрет со значением этой переменной. External также обозначает то, что уже было создано вот этот вот секрет, и к нему можно получить доступ, если он был где-то внешне создан. Если создается в этом же докер-компоуз-файле, то не нужно писать external, и можно обращаться просто по имени. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, здесь есть секрет сервер-сертификат, и в момент запуска компоуз-файла он будет создан, у него будет имя project name и сервер-сертификат, то есть такое имя проекта, в котором он был создан. А значение секрета берется из файла сервер-сертификат. В этом случае секрет называется как project name token, и создается во время запуска компоуз-файла. Значением является значение переменной, то есть OAUs token. И в этом случае докер пытается найти уже созданный секрет и переиспользовать его. В компоуз-файле можно использовать встроенные возможности языка YAML, которые сделают компоуз-файл более аккуратным и эффективным. Вы можете создать якори для того, чтобы переиспользовать некоторые части файла. Например, если у вас есть несколько сервисов, в которых есть какая-то одинаковая конфигурация, вы можете объединить эту конфигурацию по якорю. Это как раз-таки значение ключа, то есть у вас есть какой-то атрибут, двоеточие и значение. Вот вы можете повесить якорь на это значение и переиспользовать его несколько раз. Якори создаются при помощи символа, амперсант и имени якоря. Они устанавливаются на ключи. Раз этот формат ключ-значение, то подстановки происходят после двоеточия. С помощью звездочки имени можно обратиться к этому якорю и получить его значение. Якори подставляются до подстановки переменных, поэтому здесь их нельзя использовать для создания названий. То есть вы не можете название перепределить, потому что якори до подстановки переменных будут использоваться. То есть во время, когда докер будет читать докер-файл, он найдет эти якори все и неявно просто их подставит, скопирует значение якори и вставит так, где вы указали. В данном примере создается якорь Default Volume, который подставит все свойства Volume, DB Data, Volume Metrics. То есть Metrics будет иметь свойство Driver Default. То есть как мы видим, мы на ключе DB Data повесили якорь, фрагмент такой Default Volume, и мы можем использовать его в Volume Metrics и получить все значения, которые там были, то есть Driver Default, и не писать дважды такое. В этом примере переменные одного сервиса помечаются якорем, чтобы быть переиспользованными во втором сервисе. То есть в первом сервисе есть три переменных каких-то, и во втором сервисе мы просто так же получаем доступ к этому якорю звездочка Env, и получается докер ставит те же переменные, которые были в предыдущем сервисе указаны. Иногда вы можете хотеть переопределить значение якоря только частично, при помощи YAML Merge вы можете сделать так, как в данном примере указано. То есть YAML позволяет такое делать. Здесь мы помечаем DB Data Volume как Default Volume, у него есть какие-то конфигурации, и в Metrics мы вставляем Default Volume и заменяем имя другое. То есть таким образом мы мержим вот эту часть, якорь, который использовался, вставляем его и можем перезаписать имя. То есть драйвер будет вставлен, а имя уже будет Metrics. Можно также дополнить значение вот этого якоря дополнительными элементами, как вот в этом примере сделано. То есть если имя не переопределяется, тогда добавляется элемент, а не перезаписывается. То есть есть переменные в якоре Env, или во фрагменте, их можно фрагментами называть, я называю их корями. Вот есть якорь Env, и там есть два ключа, это Foo и Zot. И вы в Second сервисе, во втором сервисе, используете все эти переменные и добавляете еще yetanather переменную. Если вы хотите использовать якорь в нескольких файлах, то тогда нужно воспользоваться расширениями, это Extension, и о нем сейчас я расскажу. Как и фрагменты, Extensions могут быть использованы для того, чтобы сделать Compose файл более эффективным и поддерживаемым. Для того на верхнем уровне нужно определить элемент, который начинается с x-. То есть у него должен быть перфикс x-. Так Docker поймет, что это расширение, и будет знать о нем. Давайте рассмотрим несколько примеров. В первом примере определен Extension, X-Custom и XFoo. Мы можем добавить XFoo в сервис, и Docker его обработает, но ничего не сделает. Однако значение XFoo можно получить в самом приложении WebApp. То есть когда мы написали вот этот вот Extension, то он прочитается, но потом можно будет к нему обратиться. Во втором примере Env не принадлежит ни одному из сервисов. Такой Extension определяет новую ноду, в которой содержится поле Environment, а якорь используется для того, чтобы обратиться к этому полю в двух сервисах. Как и Docker файл, мы можем воспользоваться wildcard'ами из Go для подстановки значений переменных из конфигурационного файла. То есть мы можем заменить некоторые вещи конфигурацией и подставлять переменные. Значение переменной можно получить, написав $variable, либо написав $, фигурные скобки и variable. Если Docker не может найти переменную и нет значения по умолчанию, тогда будет выводиться предупреждение и использоваться пустая строка. Стоит помнить об этом. То есть, если вы рассчитываете на то, что будет какая-то ошибка, то нет, будет пустая строка использоваться. Если используется слияние из нескольких Compose файлов, тогда подстановка происходит до слияния, чтобы не допустить ошибки. То есть у вас подставится в одном файле, во втором, и после этого только не будет сливаться, чтобы не было какого-то, каких-то ошибок при попытке подставить переменные уже в готовом файле. Подстановки работают только для значений, а не ключей, поэтому вот такой вот пример не будет работать. Вы не можете ключ указать как переменную. То есть только значения можно использовать для того, чтобы подставить туда значения переменных. Мердж можно использовать для того, чтобы объединить несколько Compose файлов в один и собрать из этого всего свое приложение. Давайте рассмотрим правила, которые соблюдает мердж, чтобы было понятно, как он работает. Если мершатся мапы, то есть пара ключ-значения, и недостающие ключи добавляются, а существующие перезаписываются. То есть, если вы мержите файл, первый со вторым, то второй перезапишет ключи, повторяющиеся у первого. То есть, в таком примере будет результатом то, что ключ один сохранится, ключ два перепишется на value, так как он есть во втором файле, и ключ три допишется, потому что его не было в первом. Если мержутся последовательностью какие-то, тогда они дополняются. То есть, в таком случае добавится как первая последовательность, так и вторая. То есть, это списки, вот эти могут быть листы. Command, entry point и health check перезаписываются, потому что, как мы помним, в докер файле они не могут дублироваться, и здесь они не могут использоваться совместно. То есть, последний Command, entry point и health check будет использован, и они не будут сливаться, просто добавляя друг друга. В случае с уникальными ресурсами, такие как порты, волюмы, секреты и конфигурации, если уникальные значения конфликтуют, тогда они будут перезаписаны. Если вы используете мерж, конечно, почитайте документацию, чтобы понять, либо протестируйте это. То есть, тут я в этом видео делаю просто обзор того, что есть какие-то функциональности, и то, что было описано в документации, и для чего это может использоваться. Но, скорее, кроме того, что было уже описано, то есть, это секреты, конфиги, это волюмы, сервисы и нетворки, вам не понадобится больше ничего, и вы можете это делать все в небольших проектах в одном файле. Вы можете сослаться на другой Compose файл, если же вы хотите переиспользовать Compose файлы, то есть, вынести какую-то общую часть наружу и включать их. Если вам нужно еще, чтобы Compose файл был небольшого размера, или включал в себя ресурсы какой-то определенной части приложения большого, то есть, вы можете вынести какой-то один модуль в один Compose файл, во второй, и потом собрать это все в итоговом и управлять этим удобно не в 500 сток, а в два файла по 250, это уже будет лучше. Для того, чтобы подключить другой файл, вы должны указать в верхнем уровне секцию или атрибут include, и как только Compose файлы из этой секции загрузились, они копируются в данный проект, и вы увидите предупреждение, если они конфликтуют между собой, но докер сам не будет их мержить, а будет запускать как есть. Вы можете ссылаться на ресурсы из других Compose файлов, как будто эти ресурсы есть в вашем файле, как на этом примере. Мы подключаем с помощью include другой какой-то Compose include файл, то есть, это тоже Docker Compose файл, только вот он другой. В нашем проекте мы указываем сервис, сервис A, он собирается из Docker файла, так как build. используется, он зависит от сервиса B, а сервис B указан во втором вот этом Compose файле, как мы видим, и мы получается спокойно обращаемся к включенному Compose файлу. Надеюсь, что вы узнали что-то новое из этого видео, я постарался достаточно кратко и быстро пройтись по всему, что вам может понадобиться при написании Docker Compose файла, если вы хотите сильно улучшить свои знания, то прочитайте документацию, и там вы найдете некоторые вещи, которые я не упомянул в этом видео, но в основном вам понадобится только это. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать мне в Telegram либо в комментарии, я вам отвечу. Также напоминаю о том, что у меня есть Boosty, я буду благодарен вашей подписке, и также буду благодарен лайку на этом видео и подписке на канал. Спасибо за то, что посмотрели, пока!